В Центре обслуживания предпринимателей прошел семинар с участием представителей Национального агентства по экспорту и инвестициям, страховой корпорации Казаэкспортгарант и южноказахстанскими экспортерами. Предприниматели ознакомились с инструментами поддержки, которые предлагает государство. Помимо этого обсуждались и планы этого года по продвижению товаров на внешние рынки. В структуре экспорта области сейчас преобладают продовольственные товары, продукция, химическая промышленность, текстиль и электрическое оборудование. И за последний год внешний рынок казахстанских экспортеров значительно расширился. Так, например, появилось новое направление Ирана. После снятия эмбарго, сейчас этот рынок очень интересен для многих стран. Потому что в этой стране проживает около 80 миллионов населений. И туда сейчас рынок весь Европа, Америка. И так же мы должны, не должны. Почему? Потому что экспортный потенциал у нас уже железнодорожные поставки. И сами знаете, да? Мы у нас уже замкнули этот аграр на железнодорожные. Продвижение товаров на внешние рынки южноказахстанским предпринимателям помогает акционерное общество «Казнекс.Инвест». При его содействии областные предприятия заключили контракты на 140 миллионов долларов США. В прошлом году на 37 зарубежных выставках были представлены 50 компаний. Что помогло узнать иностранным партнерам больше о южноказахстанских производителях. И теперь рынок для них существенно расширился. Как, например, у Кентаусского трансформаторного завода. Мы в данный момент продаем на экспорт страна, считая Россия, Азербайджан. В этом году Ютуб-Мене заключаем контракты. Получается Юзбекистан, Кыргызстан. В данный момент с Кыргызом мы очень хорошие контракты заключаем. В основном сейчас у нас в этом году еще, в прошлом году отмечу, что у нас уральские консумматные заводы. Они вот на 80-90% экспорта ориентировочные направления. Но только продвижением товаров «Казнекс.Инвест» не ограничивается. С 2010 года по 2015 компания возместила предпринимателям экспортные затраты на сумму 146 миллионов тенге. Даниил Худайбергенов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».